Всем привет, меня зовут Екатерина, добро пожаловать на мой канал. Как видите, я сегодня просто с шикарной шевелюрой, шикарной укладкой. И все потому, что я решила совместить прекрасный день, когда моя коллега сделала мне отличную укладку, с видео на тему волос. Сегодня я бы хотела рассказать про мой уход для волос, чем я пользуюсь и какие у меня на данный момент фавориты именно по уходу за волосами. Также расскажу немного про мои любимые средства для укладки волос. Это я сейчас говорю про спрей для объема и также немножко про инструменты расскажу, каким я пользуюсь феном, какими расческами и какой у меня брашинг. Если вам интересна такая тема видео, то я очень прошу вас поддержать меня лайком или комментарием. Я пока особо не рассказывала как-то глобально про тему ухода за волосами. И если вам интересно продолжение этой темы, то тоже напишите в комментариях, какая тема именно касательно волос была бы вам интересна. Я уже собрала коробку со всеми моими средствами и выглядит она примерно вот так. Один из первых уходовых брендов, которым я начала пользоваться, когда решила стать блондинкой. Это бренд японский, вот так вот он выглядит и называется Label. Я пользовалась вот такой вот линейкой Pro Edit. Здесь у меня в руках вот такой вот шампунь, у меня сломалась крышечка. Эта линейка называется Pro Edit Bounce Fit и у меня есть шампунь и маска. В этой линейке существуют две маски. Одна из них называется Bounce Fit, а другая называется Bounce Fit Plus. У меня как раз таки версия Plus. Но из всего ухода, который я пробовала именно для блондинок, этот реально самый увлажняющий, самый питательный. Если у вас супер ломкие волосы или они у вас очень пушистые, или вам не хватает увлажнения, или зимой какой-то слишком засушливый период, или вы блондинка, или у вас, не знаю, какие-то, может быть, волосы пережившие, какие-то тяжелые процедуры, не знаю, там, например, есть такая процедура Boost Up, которая очень пересушивает волосы, то первое то, что вам нужно найти в вашем уходе, это максимально увлажняющий и прям питательный бальзам или маску. И вот эта линейка, это прям просто идеальное описание того, про что я сейчас рассказала. На самом деле из этих двух средств я все-таки больше являюсь фанатом именно маски. Мне, в принципе, нравится шампунь в этой линейке, но для меня он как бы слишком, наверное, мягкий, и я не чувствую от него прям какого-то супер очищения корней. Не могу сказать, что он оставляет какую-то там грязь на корнях или еще что-то, просто после него мне как-то чуть-чуть недостаточно чистоты в корнях. Противовес тому, что есть шампуни, которые прям очень сильно очищают, но при этом даже немножко травмируют кожу головы, этот шампунь будет совершенно с другой стороны стоять, то есть он максимально мягкий, деликатный, и после него волосы очень-очень мягкие и неповрежденные. Я, конечно же, пользовалась обеими версиями этой маски и покупала не раз это средство. Я все-таки больше люблю версию Fit Plus, потому что у меня крашеный блонд, у меня, в принципе, сухой волос, он такой немножко пышный, пористый, и мне всегда хотелось, чтобы волосы были идеально гладкие, как стекло, хотя на самом деле мои волосы по своей природе, они немножко не такие, как вы видите у меня чаще всего в кадре, они чуть-чуть более пышные, и если я не вытягиваю их на брашинг, не использую несмываемый уход, а просто как-то там сушу от балды, то, скорее всего, у меня будет вот такая вот огромная стоячая шапка на голове, которая еще и ко всему прочему будет ужасно электризоваться, чего я вообще терпеть не могу. И вот эту версию именно Fit Plus я советую крашеным блондинкам, людям с очень сухими волосами для какого-то восстановления, возможно, после окрашивания, но в таком случае имейте в виду, что увлажняющая маска, она будет вымывать ваш тонер и ваш цвет, потому что любое увлажнение, оно всегда залечивает волосы, и в таком случае как бы тонер и краска выходят быстрее. Но тут вы должны понимать, что вам дороже, качество волос или более долгоиграющее окрашивание. Каждый на самом деле решает сам. Я лучше почаще схожу, затонируюсь и добавлю в волосы пигмента, волос станет более тяжелым, таким, не знаю, рассыпчатым, и мне, в принципе, такой подход гораздо ближе, нежели экономить тонировку и так далее. В общем, я очень советую вот этот вот бальзам для таких экстренных ситуаций. Если же вы просто хотите попробовать какое-то легкое или такое базовое увлажнение, или даже в качестве бальзама можно использовать обычную версию этой маски, которая просто bounce fit, то вы можете спокойно ее купить. Единственное, кому я вообще, в принципе, не советую вот эту вот линейку, если у вас очень гладкие, стекловидные, и так очень увлажненные волосы, без объема, тогда, скорее всего, эта линейка вам, в принципе, не нужна, она вам супер-пупер избыточна, и лучше посмотреть в сторону других линейок. У них, по-моему, есть зелененькая для более таких объемных волос, которая как раз-таки способствует тому, чтобы гладкие и тяжелые волосы сделать более пышными и объемными. В общем, я очень люблю эту маску, она у меня всегда есть дома. Если шампунь я могу каждый раз не покупать, то маска у меня обязательно на тот случай, когда я мою волосы, я чувствую, что у меня прям очень все высохло, я давно не делала тонировку, давно не делала процедуру счастья для волос от того же лэбл. И если я чувствую, что мне нужно прям суперувлажнение, я делаю эту маску, оставляю ее под горячую шапку и горячее полотенце там на 20 минут, иногда даже на полчаса, и после этого волосы прям перезагружаются. Следующий шампунь, которым я частенько пользовалась, это вот такой вот бренд Goldwell и шампунь из линейки Color Extra Rich. Я пользовалась также кондиционером, но он мне не особо понравился, поэтому я им пользовалась, по-моему, один раз. У меня была одна бутылка, и больше я не перепокупала. Мне нравится шампунь из этой линейки, потому что он очень классно работает с крашенными волосами, он одновременно как раз-таки хорошо прочищает корень, в отличие от предыдущего, но при этом он все равно оставляет волосы более рассыпчатыми, живыми, даже слегка увлажненными и хорошо именно сохраняет оттенок волос. Если вы крашеный человек, крашеная блондинка, его я, в принципе, могу советовать для всех, у кого крашены волосы, кто любит такое базовое очищение, но он все равно хочет сохранить как можно дольше цвета, без урона для своих волос, то, в принципе, могу на 100% рекомендовать этот шампунь. Я им прям очень долго пользовалась. Ну и на данный момент бренд, которым я сейчас пользуюсь, который мне больше всего нравится, исходя из тех, что я пробовала и рассказывала вам до этого, это бренд Global Keratin. Я вам его показывала в видео про пустые баночки. У меня там закончились маленькие, ну как маленькие, обычные базовые версии по 200 миллилитров, и я себе купила вот такие вот литровые боди, чтобы мне наверняка хватило подольше, было максимально выгодно. Они на самом деле очень тяжелые, мне кажется, я не смогу так долго держать их в руках. Короче, у меня линейка именно Мастерайзинг, то есть увлажняющая. Также в бренде есть линейка Белансинг, типа балансирующая. Не знаю точно, для какого типа волос она предназначена, но я думаю, что это больше для таких жирных, нормальных волос, для тех, кто хочет все-таки больше облегчения и очищения кожи головы. Я все-таки стараюсь больше покупать и шампуни, и кондиционеры, и маски, все направленное на увлажнение, потому что у меня крашеный блонд. Я про это, наверное, еще сто раз за видео скажу, но извините, надо на этом отдельно внимание заострять, потому что это прям основополагающее правило моего ухода. То есть, что бы я ни делала, я всегда стараюсь увлажнять свои волосы и по минимуму их травмировать. Почему я люблю эту линейку? И на данный момент она является моей самой любимой. Дело в том, что я обожаю просто эту линейку за то, что она одновременно очень круто очищает корни. И я сейчас говорю именно про шампунь. После этого шампуня очень легкие, воздушные, объемные корни, в которых вообще не ощущается никакой жир, никакая оставшаяся грязь, ничего такого подобного. Но при этом это достигается не за счет какого-то пересушивания корней, а просто, не знаю, вот каким-то невероятным образом просто круто очищает, и все без эффекта пересушивания. Потому что, как мы все с вами знаем, шампуни для объема, они обычно заточены под то, что они самую малость просушивают ваш корень, за счет этого он лучше стоит. Я стараюсь такого влияния на мои волосы избегать, поэтому меня этот шампунь по всем параметрам устраивает. Он и увлажняет круто, и при этом очищает в достаточной мере. Но то, что у меня просто, я не знаю, у меня слова теряются, от того, насколько я обожаю вот этот вот кондиционер. Это самый плотный, самый увлажняющий кондиционер, который я когда-либо пробовала, и могу просто ответственно заявить, что он гораздо более увлажняющий, питательный, нежели большинство продающихся каких-то масс-маркет масок. Он прям очень питательный, и мне кажется, можно со спокойной душой его использовать и как маску в том числе. Он каким-то нереальным образом сглаживает вообще все кутикулы волос. Волосы получаются супер рассыпчатые, и такое ощущение, как будто бы вы сделали маску, а не просто нанесли кондиционер. И, как я уже рассказывала в видео про пустые баночки, когда смываешь этот кондиционер, ты чувствуешь, что волосы напитанные. То есть нет такого, что волосы сожрали кондиционер, стали чуть-чуть такими более тяжелыми, и все. Но концы все равно более сухие. С этим кондиционером, реально, когда ты его смываешь, ощущение, как будто бы ты очень-очень крутую питательную маску нанес. Вот правда, я очень рада, что нашла такие крутые средства. Пока что они меня устраивают просто на миллион процентов из десяти, из ста. Я ничего лучше не пробовала пока что в своей жизни. Именно вот, чтобы это была комбинация шампунь-кондиционер для блондинки. Пока что для меня это прям идеальная комбо. дополнительно к вот этому комбо я еще могу периодически делать маску от Label. То есть где-то раз в два дня я мою голову вот этой парочкой, и могу раз в неделю к этому дополнительно прибавить еще маску. То есть я сначала мою шампунем, потом маской, и в конце чуть-чуть прохожу с кондиционером для лучшего расчесывания. Что могу общего сказать про весь вышеперечисленный уход? Я бы сказала, что советую эти средства в первую очередь блондинкам или людям с окрашенными волосами, светловолосым, людям с ломкими, сухими, пушистыми волосами. Для тех, кто хочет их сгладить, сделать более рассыпчатыми, живыми. Если у вас волос более плотный, густой, тяжелый, не знаю, там есть проблема какого-то жирного корня, то весь этот уход скорее всего точно мимо вас, либо в рамках какой-то такой, знаете, помощи, увлажнения своим волосам именно в рамках курса. То есть вы пользуетесь своим уходом, купили такой более увлажняющий, сделали курс, там недели-две попользовались, прям хорошенько повлажняли волосы и опять перешли к своему базовому уходу. В таком случае, я думаю, это может вам помочь и как-то в долгосрочной перспективе увлажнить волосы на таком глубоком уровне. Но опять же, если у вас волосы супертяжелые, гладкие, идеальные, там, не знаю, роскошные, супертяжелые волосы, то скорее всего весь тот уход, который я перечислила, он для вас будет очень избыточен, поэтому обязательно посмотрите отзывы других людей с разными типами волос, и уже тогда вам будет проще сделать вывод, подойдет вам это средство или нет, потому что я могу судить только с точки зрения человека с очень сухими волосами, с очень ломкими, пушистыми и так далее. Теперь следующий этап. Вот мы с вами вышли из душа, предварительно воспользовавшись кондиционером или же маской для волос, смыли состав с волос, высушили волосы полотенцем, и у нас с вами остались влажные волосы. Далее я очень люблю несмываемый уход. Изначально я подсела на уход от бренда Label. Я также себе купила вот такие вот два средства. Одно из них это Moist, вот такое вот, это как молочко, вот такого вот белого, вязкого, скажем так, оттенка. И второе средство это Sleek, это уже маслянистый уход. На самом деле я очень сильно люблю эту парочку. Как видите, у меня масло осталось уже прям совсем-совсем чуть-чуть, где-то, наверное, одна десятая банки. Я вообще бы никогда в жизни не подумала, что если бы мне кто-то сказал, что я потрачу 200 или там 300 миллилитров масла на свои волосы за два года, я бы просто сказала, да ну ты что, шутишь что ли? Но это настолько крутая парочка, вот правда, если вам очень понравится, если вы попробуете вам очень понравится уход от Label, именно фиолетовая линейка, то я прям очень сильно рекомендую попробовать вот эти две штучки. Эта эссенция Moist, она направлена на увлажнение, на уплотнение и на заполнение волос, на заполнение кутикулы. Эта эссенция делает волосы более тяжелыми, рассыпчатыми и позволяет гораздо проще расчесать волосы. Вот эта вот штучка, именно масло для волос, оно больше направлено на сглаживание, на вытягивание волос. Если вы любите вытягивать волосы на пернабрашинг и вы стараетесь не пользоваться утюжками, у меня есть утюжок для волос, но из-за того, что опять же я блондинка, я стараюсь им пользоваться вот прям очень-очень редко, минимально, раз, два, три в месяц, не более, там если сделать какую-то укладку или там может быть уже ближе к тому времени, когда у меня вымывается тонер, у меня тогда сложнее получается вытянуть волосы, я тогда могу там пару раз их выпрямить. Вот так вот выглядит эссенция, это такой как бы крем увлажняющий для волос, который вы просушиваете феном и получаются более упругие, более тяжелые, более наполненные волосы. И когда вы уже наполнили волосы, можете немножко сверху либо на чуть-чуть влажноватые, либо уже на полностью просушенные волосы добавить немножко вот этого масла. И эти два средства очень круто работают именно в тандеме, потому что одно из средств, оно именно утяжеляет и вытягивает волосы вниз, а масло его окончательно добивает как бы и заглаживает все кутикулы, и получаются прям очень крутые волосы, такие прям тяжелые, рассыпчатые, максимально воздушные. Обязательно посмотрите у меня видео про то, как я укладываю волосы на брашинг, я там как раз таки показывала, как эти два средства работают в тандеме, и там наглядно видно в конце я показываю, как выглядят волосы в динамике, как они себя ведут, когда вы там идете, и они у вас развиваются, что волосы выглядят очень живыми и наполненными. Скорее всего, я куплю себе, наверное, слик точно еще раз, потому что у меня прям здесь совсем мало осталось. У меня, кстати, вот эта банка улетела за два или за два с половиной года. Короче, ее хватает прям очень-очень надолго, и это с учетом того, что я ей пользуюсь реально каждый раз. То есть, каждый раз, когда я сушу волосы, я пользуюсь этим маслом. То есть, я, значит, им пользуюсь через день, то есть, раз в два дня, то есть, 180 раз в году примерно. Я смогла эту банку потратить только за за счет очень частого использования раз в два дня в течение двух с половиной лет. Короче, здесь просто объем какой-то нереально огромный, и, кстати, многие говорят, что эти средства довольно дорогие. Ну, они не из дешевых, это не бюджет и даже не премиум, это такой, ну, неплохой проф-люкс японский, наверное, можно так сказать. Но за две, по-моему, 600 стоит, кажется, каждый из этих банок, между двумя и тремя тысячами. Мне кажется, заплатить один раз за крутое масло, которое вам будет просто три года работать как не в себя, мне кажется, что это не очень большая цена. оно очень круто впитывается, оно не оставляет никакой липкости, никакой прям супер тяжести, оно тактильно не ощущается на волосах, особенно если вы нанесете его до того, как вы последним прохладным воздухом прошлись по кончикам, то есть, допустим, нанесли вот это масло и последние штришки вытянули на брашинг именно холодным воздухом, тогда получается просто идеальный результат. На самом деле, мне кажется, мне придется, скорее всего, какое-то новое видео снять именно по поводу этапов моего ухода за волосами, потому что я чувствую, что я столько важной и полезной информации пропускаю, но просто в таком случае у меня видео, наверное, часов на 10 получится. Короче, если вам какой-то из этих средств или какой-то этап или какая-то отдельная тема интересна, то, пожалуйста, напишите ниже в комментариях, потому что я просто иначе не смогу сформулировать отдельно все эти темы, и мне очень-очень сильно помогает, когда вы мне таким образом подсказываете, что лично вам интересно, у меня тогда очень удобно и компактно формируются темы. Эссенция на момент того, как я пользовалась этой парочкой средств, меня прям очень-очень сильно устраивала до тех пор, пока я не попробовала вот такой вот серум увлажняющий, это, наверное, тоже эссенция, нет, это уже сыворотка Rich Repair от бренда Goldwell, это что-то подобное вот этому вот молочку, но это уже именно сыворотка для волос, более такая ощутимая и более густая, она очень напоминает, знаете, какой-то такой плотный, увлажняющий, вечерний крем для лица, наверное, я бы так сказала, видите, он прям такой густенький, не течет, очень-очень плотный, не просвечивает, прям очень хорошая сыворотка, что могу сказать про нее, в сравнении с Moist, она на данный момент нравится мне гораздо больше, потому что она дает чуть-чуть больше питания, то, что именно мне нужно, возможно, кому-то лейбл понравится больше, потому что ему не нужно столько увлажнения, но мои волосы всегда жадные до увлажнения, и мне кажется, их невозможно переувлажнить, такого просто не бывает, чем больше увлажнений, тем лучше, поэтому для меня все-таки в фаворитах на данный момент вот эта вот сыворотка, самое главное правило это то, что у нас сначала идут более легкие текстуры, то есть мы сначала наносим сыворотку, молочко, что-то такое водянистое, и только уже в конце мы наносим маслянистый уход, в принципе, все те же правила, как и на лице, но, опять же, вы можете средства пропускать, вы можете пользоваться либо сывороткой одной, либо маслом одним, но если вы пользуетесь двумя средствами, то обязательно соблюдать порядок действий. наступило время сушить волосы, и я хочу рассказать про мои любимые расчески и про мой любимый фен. На данный момент и последний уже, наверное, года 4-5 я пользуюсь вот этим вот феном от Babyliss Pro, он называется Caruso Ionic, и я очень-очень часто вижу этот фен у многих профессиональных парикмахеров, он у меня уже около 5 лет, он ни разу не сломался, он очень мощный, он очень круто сушит волосы, он круто держит температуру, у него идеальное сопло или сопло, не знаю, как правильно, она очень узкая, она такая узконаправленная, и из нее очень хорошо выходит воздух, и можно максимально круто вытянуть волосы на брашинг. Он, в принципе, не очень тяжелый, но сразу скажу, что он не самый легкий, у меня к нему рука привыкала некоторое время, но когда привыкла, я прям очень сильно в него влюбилась, и пока что в ближайшее время у меня нету вообще никакого желания менять его на какой-то другой фен, он себя просто отлично показал по всем характеристикам. Здесь есть два переключателя, один по температуре, другой по скорости, есть кнопка для холодного просушивания финального, я как раз таки очень люблю ей пользоваться, когда уже на 95% выпрямила волосы, вытянула на брашинг, и потом холодным воздухом прохожусь и дозапечатываю кутикулу, и мне в этом, кстати говоря, очень помогает как раз таки масло Слик от Лэбл. Также очень-очень-очень важным фактором является расческа. На данный момент моя самая любимая расческа, это вот такая вот от Англ Тизер, я не помню, как она точно называется, я обязательно ставлю и картинки, и ссылки ниже под видео, будет вся полная информация, поэтому обязательно там посмотрите. Вот такая вот расческа, она очень классно прочесывает, она вообще не дерет волосы, и в принципе при желании на нее можно тоже вот так вот вытянуть волосы, это конечно не брашинг, но здесь хотя бы такая плоскость более-менее нормальная есть. Короче, пока что это моя самая любимая расческа, она очень легкая, она очень удобная в руке, у нее удобная ручка, она большая, она очень круто прочесывает, волосы мягкие, она не электризуется, у нее здесь нету дырочек, и для меня это огромная проблема, когда в расческах вот здесь вот есть такие дырочки, отверстия, и когда ты моешь расческу, у тебя вода туда попадает, и потом ты ее трясешь, и там какие-то странные капли туда-сюда прыгают. Здесь отверстий нет, поэтому у вас есть полная возможность и полное право помыть эту расческу нормально, от А до Я. Короче, не забывайте мыть расческу, это правда очень важно, особенно если вы пользуетесь как раз таки всякими несмываемыми уходами, сухими шампунями и прочей всякой такой штукой, потому что все-таки когда там долго находятся средства, это не очень гигиенично. и вторая моя любимая расческа, которую я недавно купила, и это просто очень крутой бренд, как оказалось, мне его тоже посоветовала моя парикмахер, стилист по окрашиванию, это бренд GHD, она продается в золотом яблоке, и это такой классический брашинг, я не помню точно какой это диаметр, но если мне не изменяет память, по-моему, это 35-й диаметр, я пробовала до этого 25-й диаметр, и как раз-таки в том видео про вытягивание на брашинге я вам показывала 25-й диаметр, и я сейчас больше люблю 35-й диаметр, потому что, во-первых, на него проще ставить корни, вы ставите расческу прямо под корни и просушиваете, и от корней вытягиваете очень круто волосы, и у вас за счет большего, как бы, диаметра, большего объема расчески корень уже автоматически больше встает, и плюс на такой большой диаметр вы можете последнюю мягкую такую кудряшку в конце сделать, тоже очень симпатично выглядит, также мне нравится качество этой расчески, она такая очень приятная, тактильно матовая у нее, вот эта вот ручка очень-очень приятная, и еще, по-моему, на нее распространяется какая-то там супер-пупер гарантия от этого американского бренда, поэтому highly recommend, очень рекомендую, очень качественный выполненный брашинг, ну и последний дополнительный пункт, мало ли кому будет интересно, я хочу рассказать вам про два средства для объема, у меня изначально было вот такое вот средство от бренда Tijia, Bad Hat, называется Superstar, это уплотняющий спрей для корней, для придания объему волосам, это вроде бы прикольный продукт, но немножечко спорный, он хорошо делает объем, он круто приподнимает и наполняет волосы, но он это делает за счет небольшого такого легкого подсушивания, поэтому я им пользуюсь на данный момент, либо в каких-то экстраординарных ситуациях, когда я куда-то хожу на выход, что-то сейчас происходит довольно редко, я думаю, вы и сами понимаете, но если мне нужен какой-то прям супер-пупер-мега объем, я могу распылить это средство на влажноватый корень, например, вниз головой, и также просушить волосы, и будет прям такой огромный львиный объем, это средство очень круто работает на объем, но оно немножечко ощущается на волосах, я бы даже сказала, что не немножечко, а довольно сильное, я его не рекомендую использовать прям каждый-каждый день, и это в каких-то наверное исключительных случаях, на выход, либо людям с изначально не очень сухими волосами, потому что все-таки эта штука может подсушить, и если вы изначально обладаете сухих волос, или опять же у вас крашеный блонд, то такая штука вам подойдет в каких-то исключительных случаях, она работает очень круто, но я призываю ей не переусердствовать, потому что все-таки она дает объем за счет подсушивания корней, ну и в противовес Тидже, вот этому более сухому уплотняющему спрею для объема, на каждый день я могу посоветовать вот такой вот спрей от бренда Urban Tribe, который у меня появился не очень-то давно, но я уже успела в него супер-пупер влюбиться, это такой идеальный спрей на каждый день, который круто приподнимает корни, и он вообще не ощущается на волосах, то есть он дает такой небольшой легкий объем, в сравнении Superstar немножко более скромный, но зато он не подсушивает корни, ну по крайней мере так глобально, как это делает Тидже, естественно он тоже может чуть-чуть подсушивать, особенно если вы будете пользоваться спреем для объема, я не знаю, там на протяжении нескольких месяцев, каждый день, то конечно тогда скорее всего ваши волосы будут немного подсушены, но я думаю, что мы все с вами прекрасно понимаем, что прям на каждый день такой эффект он избыточен и можно пользоваться через раз, обычно я мою голову раз в два дня, то есть через день, с этой штукой я в принципе могу мыть голову раз в три дня и третий день у меня проходит максимально комфортно, насколько это возможно для человека, который в принципе не любит жирные, тяжелые, грязные волосы, с этим спреем как-то легче переживается третий день, волосы к нему чуть меньше как будто бы успевают запачкаться, короче, не знаю, надеюсь, что это не какое-то мое личное субъективное ощущение, единственный минус этого спрея это то, что бренд Urban Tribe он не продается насколько я знаю прям в такой супер открытой продаже, то есть его нету по-моему даже в золотом яблоке там на Wildberries на каких-то крупных маркетплейсах его особо нет, он либо продается в каких-то таких мелких местечковых профессиональных магазинах либо в салонах либо можно найти какие-то интернет-магазины но это обычно какие-то там именно сконцентрированные на профессиональном уходе опять же я стараюсь пользоваться всякими такими штуками не очень часто даже не каждый раз и даже не через раз может быть где-то раз в неделю или чуть-чуть чаще потому что все равно все спреи для объема хочешь ты этого или нет они немного могут подсушивать корни поэтому если это для вас принципиальный момент то постарайтесь хотя бы как минимум сократить количество использований так ну что котики надеюсь я ответила на максимальное количество вопросов относительно ухода за моими волосами ухода за блондом если у вас остались какие-то вопросы или пожелания на тему какие еще ролики про волосы вы хотите посмотреть конечно же приглашаю обязательно написать ниже комментарий также не забудьте поставить лайк этому видео подписаться на канал и всем пока